кошечку да там кошечка была что если я уйду ему будет скучно там хоть и написано что седьмого месяца надевать но у нас опять плюс выдают ветклиниках не всегда в человеческих аптеках могли проснуться от того что тафи лижет лапки о боже чего там клад ищите просто кручу ну как выше там вес они все такие миленькие пользу меня все сгорело все мальчики с легким паром даваем по вкусняшке на самом деле вообще села записывать о другом а заметил кошечку да там кошечка было видите следы он просто час так скакал он отсюда бежал туда потом обратно туда обратно потом хвостом в общем у нас тут участок кошка господи больно ее попа да мальчик ты ничего не пропустил ну собак ты не нападай ничего не сделали саде отойдет он чуть не настроение настроение что друг она встретила он на домашнем аресте мать у тебя нету шерсть теплый какой-то и кошечек всем доброе утро стас шоу лет собаками я тут пока завтра готовлю сеть кто бегает слышу на заднем в общем что стороны тафи где-то гавкает чем слабко все в порядке сегодня стас поедет за лекарством в аптеку я заказала лишь целый квест был вчера найти это лекарство а я все пытается заняться до подшопа у меня короче не нет 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 не те заказы точнее я один отменила него все равно везут короче 38 почему-то мне должны привезти хотя я от него отказалась сейчас я его звоню так ну что привезли корм спрашиваю парида ягненок с курицей потом я уже не раз высказывала тейтка да это все вам что-то все по заканчиваю себе обычно 400 грамм вот осталось только лосой с грушей и вот ямсики мне тоже очень нравится у меня собакам так адвокат закончился марте еще есть и вот этот вот шампунь которым я буду лапы обрабатывать ложки сидом четырехпроцентные четыре раза в неделю что надо делать я буду обрабатывать лапки и надо минут на 10 в идеале 15 оставить его с этим раствором потом смыть так адвокат 2 800 тут три пипетки у нас шампунь к 488 рублей а вот этот заказ у меня он был я там еще баловую вот чего где-то 1700 баллов ну все теперь доставку приняли можем ехать за лекарствами так в общем я решила не отходя от кассы пока у нас было еще время обработала в общем лапы тщательно прям вот между пальчиков вот это вот вот эти вот все места обработала поставила таймер как раз немножко буду прибираться что если я уйду ему будет скучно поэтому тафонька будем тебя тут развлекать садька и к нам среди прям тафи развлекать надо вот там 10 лучше будет сидеть у вас еще помыть до нового года но я думаю успеем а если сколько осталось времени по таймеру осталось 8 минут 11 секунд 8 минут так вот вчера я забрала вот бандаж лежа в общем я его надела вот эта вот штука она пока еще мне большая там хоть и написано что фигула месяц надевать но по факту я его купила просто чтобы моей пояснице было полегче то что вроде писали что с ним ну спине легче становится так взяли с собой кофе кошка кошка там около бани было замечено беды марте так напрягся так напрягся у нас опять плюс вот как а ну деревья красиво смотрится так ну что мы вернулись все купили боялась начну спрашивать рецепт выдают в ветклиниках не всегда человеческих аптеках просто как бы принимать вот главу у нас спрашивали в общем вот этот препарат самый дорогой 4 800 это раствор вот здесь уже пупеточки буду давать а надо почитать как и хранить в холодильнике или нет потом вот этот вот препарат полосторогей нарезаем также как всегда купили запасы и ферона и фольвер заезжали еще в юра мюлен я купила лампу красивая давно захотела забыла что я включила чайник ничего не будет слышно так как красиво так в общем я быстренько готовлю салат можно время сколько пол третьего это стало вот эти вот типа перемешки китайские быстрее надо поесть потому что я думал что мы раньше приедем у меня тут было подготовлено для выпекания курочка бедрышки это тогда уже на ужин вот сейчас дорежу салатик салатик со снедалкой сделаю марти нет 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 мы сюда не запрыгиваем так и снова здравствуйте снова я в общем на сегодняшний день часть у нас сегодня 27 число до четвертое воскресенье пираса когда вы купили все эти препараты мы начали давать на счет 25 до что 2 сегодня четвертый день как мы все это даем и что хочу сказать мне кажется что тофи вообще практически не лиже даже лапа то есть как бы это настолько редко то есть не то что не грезет он вообще как бы знаете вот мне хочется верить и конечно не 24 часа с собаками нахожусь но нас всегда было так что мы могли проснуться того что тофи лежит лапки то есть даже не то что козла просто нализывает когда мы пошли к дерматологу у него прям я первый раз так увидела раздражение ну то именно от соли то есть как бы пошла вся эта история что у него прям найти такая розовая кожа аж виднеется из-под шерсти такой вообще первый раз я видела сейчас она намного меньше то есть я вижу что все как бы все все стихает все спадает мне прям стало намного легче значит я понимаю что лечение подобрали верное все хорошо буду значит держать вас в курсе господи часы громкие мне кажется меня не слышно как я поняла что можно уйти только в ремиссию да вот с этим дерматитом просто наблюдать смотреть и мы теперь на чеку так скажем но самое главное что таки теперь легче если что ему тяжело то сидеть в ванне по 15 минут меня как бы 10 минут закладываю а ты его трогал сейчас нет жалко думаю так потрогал а я думал от из крыши хочешь до убирать чего там клад ищите господи цель коты люк вообще как как сосисон какой-то опять напишу толстый давай займи позу не толстого сладким и красавчики батарейки что выключено так что я собралась что штаса сейчас мы едем в поликлинику на прошлой неделе сдавала глюкоза толерантный тест и мне назначено сегодня на вторник просто прием к врачу ну как обычно там вес давление может какие-то анализы дополнительные выпишут вот и потом мы поедем в окей я оставила небольшой списочек продуктов что нужно купить но уже это к новому году это неделю новый год боже мой как время быстро летит жарко становится ох ребят что у нас тут творится это какой-то кошмар то я даже не могу это все в один кадр внести в общем я тут разбираю детские вещи которые нам дали я сейчас на практически ничего не покупал а нет вру я купила на авито 8 мы ходили там за ванночкой вот 10 детскую ванночку покупали она на ножках я если что подробнее все потом расскажу и девушка продавала пакет вещей очень хороших вещей я их тоже купила то есть принципе из нового я купила я уже не найду в общем потом покажу значит что я хотела сказать я сейчас распределяю вещи по месяцам здесь я примерно составила таблицу еще как только у меня начали появляться вещь то есть мне несколько подруг отдавала плюс то что я покупал от на авито пакетом разделила так вот типа 0366 в общем как-то так здесь у меня размерная сетка чтобы я понимала ростовку потому что я еще пока не совсем в этом шаре вчера я распределила все опять таки по по своей таблице то есть от 0 до 3 с 3 до 6 6 и так далее и теперь мне нужно просто внести все то есть мне осталось реально чуть-чуть с одной стороны с другой стороны я не знаю за что хвататься какое-то постельное белье тоже это уже на постарше комодик он небольшой но здесь будет вот чисто допустим вот на первое время что комнатка маленькая такая милота с нуля до 1 2 месяца вот как раз такая прелесть и тузе но постарше кстати очень много мне отдали вот таких вот теплых флисовых они все такие миленькие боже мой я не могу даже такого нет уже на постарше классный комбинезончик какие-то вот такие вот на ручке видимо надевать так в общем ладненько буду я тут со всем этим разбираться потому что даже ничего толком могу вам снять показать так ну все наконец-таки все разобрала вещи в таблицу записала все распасывала по пакетам вообще в идеале конечно у леруа купить наверное короба так она будет удобнее хранить значит вечером стас это все перенесет друг в другое место хранения только вот конечно он такой не супер удобный потому что знаете он не до конца как бы выдвигается то есть я пока вот где-то еще половина ладони вот туда как бы надо вот в общем надо еще постараться чтобы туда залезть я покупала на вал без 2000 рублей я специально искала не пеленальный столик потому что и взвесила все за и против мы купили просто пленальную доску которую можно будет ну где угодно положить поэтому я искала что-то очень небольшое вот возможно какие-то разделители тоже детские вещи так как раз и сложно складывать я попыталась найти их как-то разными вариантами скрутки вот как я смотрела но что-то как-то мне не сильно так получилось так ручки надо приделать потому что с этой стороны вообще неудобно его открывать но для нашей такой небольшой комнаты тут этот комодик мне кажется то что нужно все габаритное какие-то полотенца всякие пионки просто не это все будет тут ты пришел на гать до на запах гари в общем кто думает что у меня все все получается вот пример меня все сгорело в общем я поставила нашу посадили с духовкой скорее всего это с электричеством она не до конца как-то прогревается такое ощущение значит я поставила как обычно все от картошка у меня тут было сверху нога индейки сейчас чем-то стояла достаю картошку естественно готова я стала разрезать мясо и отжимом сок вытекает розовый но я картошку приложила обратно поставила поставил таймер и ушла нет развенил таймер на мое удивление я прихожу в комнату тут уже воняет естественно и у нас вот такой вот замечательный кусок просто вот нас так вот подгорел так вообще с вами уже пора идти куда да да на улицу тоже собираемся мальчики картину извини у нас только такой костюм ну сосиска ну почему никто не хватит подожди у тебя же идет давай хотя бы так записывай новогодние поздравления называется и так я решила что к новому году печку надо помыть вычувствовала вычувствовала среди вот смотрите это все что мы вычислили в общем как я говорила что у нас собаки линяют в разное время в общем первым нас начал тапанка тапанка тебя попозже в общем надо будет вычислить первым нас пойдет сеть к ночь сейчас стас до доплет кофе и поможет мне помыть вот эту бабаку так что ждем да солнышко больше у меня чистенький к новому году красивый ты тоже маркину ты у нас не твоя шуточка что будет приятно вот вот да мне приятно у меня что налогащик плечи вот это вот так давай давай другую щечку щечку другую подставляет вот это вот среди не нервничай ну что первая булочка чистая ай сладкий ай красавчик ценечка пашистик тавочку тоже уже почесала сейчас сделаем перерывчик и потом у тебя помоем я захожу они тут значит лежат то все как обычно вылизывает сечку считаешь он слишком мокрый конечно эти все у нас два огромных полотенца банных собачьих на сквозь мокрой цель сноситов чек уже хвостик уже такой пушистенький батареи включила тут тепло ты можешь зайчик сочка тоже свой какой пушистый все равно ну все мальчики с легким паром даваем по вкусняшки по маленькой все к новому году вы точно готовы завтра шерсти будет очень много особенно тапочки зато так быстрее линька вас пойдет час в ванну я когда когда моем собак мы всегда значит кладем сеточку специальную нам нельзя что вообще шерсть туда попадала в этот слив иначе не дай бог там все это забьется и все это вычищаем постоянно и сейчас я залила после ну после того как их помою след средства для труб которая если даже попала туда шерсть то она ну как бы разлагается ну что дорогие друзья и вот наступил неожиданно ладно не совсем неожиданно наш заключительный влог в этом году знаете я думаю как и большинство из нас концу года мы любим проанализировать текущий год какие события случались кто какие выводы сделал много много мыслей в голове происходит и конечно же у нас всегда перед новым годом очень много планов очень много каких-то амбиций пожелания себе как-то измениться что-то исправить почему все мыслим уже в новом году над я сегодня шла и думала о 2023 году какие события в нем были были конечно же трудные до тяжелые события но было очень очень много здесь замечательных хороших моментов я хочу ну я их не буду естественно озвучивать это просто вот как бы каждый человек да проживает их в голове я просто хочу уйти перейти в новый год именно с хорошими теплыми воспоминаниями в любом случае поблагодарить этот год может этот год для меня был очень важный все события которые в нем происходили я их полностью принимаю с большой благодарностью отношусь к тем положительным радостным событиям которые происходили в моей жизни вот мы сейчас скажем про текущий год знаете когда обудумывала столько каких-то хороших мыслей было в голове но когда вот я сейчас села записывать на самом деле вообще села записывать о другом хотел там всех поздравить с наступающим новым годом и как вы знаете вот мысленно ушла не туда то что я хотела возможно сказать она как-то раз и в общем наверное это останется собой в общем я всех запутала вообще у меня сейчас какая-то полная путаница в голове ладно ну в заключение да действительно хочу поблагодарить 2023 год вступить в новый конечно же как и все мы большинство я думаю людей как я уже в начале сказала господин такая каша в голове мы все планируем ставим себе цели какую-то планку повышаем я могу сказать по себе к сожалению каждый год вот я вроде просыпаюсь знаете как типа новым человеком вроде как собираюсь исполнять то что знаете там я себя в голове накрутила но как-то это все быстро очень улетучивается даже мне кажется неделю там не знаю как-то я не держусь но в плане что вот я там должна выполнять то-то-то-то-то-то-то как-то вот это все не срабатывает обычно ну я имею ввиду в каких-то мелочах что я хочу пожелать всем конечно же в первую очередь здоровьем мира чтобы наши сердца человеческие они были наполнены добротой счастьем любовью чтобы нас окружали такие люди которые должны нас окружать мы сами создаем себе нашу жизнь наш мир и мне кажется все в наших силах не кажется я думаю так и есть да действительно мы творцы своего счастья и часто можем забывать о себе хочу пожелать чтобы этого вы не делали не надо забывать о себе всегда думайте о своих желаниях о своих мечтах пожелать чтобы все то что вы загадали по отношению к себе да какие-то ваши цели желания мечты чтобы они не улетучились как у нас это часто бывает да как я сказала что вот этот заряд энергии бодрости мотивации с вами сохранялся чтобы прошли 2024 год именно так как вы запланировали его в канун нового года больше любви больше добра больше вот каких-то радостных моментов вот я честно говоря я научилась извлекать радость извлекать не знаю кучу положительных эмоций изо дня в день из каких-то мелочей то есть мне не нужны какие-то большие события какие-то путешествия еще что-то чтобы получать вот эту положительную энергию я хочу искренне пожелать чтобы и у вас так же получалось потому что раньше я вообще жила по-другому серьезно все как-то было такая рутина как тут на себя не обращаешь внимание но вот только благодаря как какой-то своей внутренней работе своим внутренним монологом когда-то оглядываешься в прошлое смотришь на настоящее думаешь о будущем у меня получилось как-то немножко перестроиться так что дорогие друзья еще раз поздравляю всех наверно уже с новым годом я думаю все этот ролик уже конечно же будет смотреть не в канун нового года а в новом году хочу поблагодарить за то что вы нас смотрите нас уже такая красивая цифра 70 тысяч подписчиков от души я вас благодарю пусть все ваши мечты обязательно исполнится конечно чтобы вас была мотивация чтобы все это исполнилось чтобы у вас все обязательно получилось все хватит уже болтать я уже наболтала на 10 минут а еще там как бы целый влог в общем всех обнимаю целую и увидимся с вами 2024 году все всем пока ну прости пожалуйста блока и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok